У меня в 15 лет умер папа, и я очень переживала по этому поводу. Но мне надо было держаться, так как у меня маленькая сетеренка и мама. Я единственное не плакала и держалась за последнего. Однажды я в комнате заперлась, и у меня было истерическое состояние. Я его услышала. Я услышала папу, я услышала его голос. Я ему сказала, что не стоит так переживать, и все будет так хорошо. Это было удивительно, это действительно так. Я его услышала. Поэтому, да, что-то есть. У меня дедушка, он священник, он построил храм в городе Бузулуки, Оренбургская область. И в свое время, когда я росла, я должна была быть матушкой. Но я как-то от этого ушла, поэтому я очень дотошно читала Библию. Потом изучала другие религии, мусульманство, католичество. Мне было интересно, чем же они отличаются. По факту, ничем. Просто они написаны на разных языках. Ну, сейчас, конечно, больше такая политическая история, религия, к сожалению. Поэтому я религиозна, но не поддерживаюсь каких-то там правил, сильных постов. Вот. Если мне надо, я приду в храм Божий. Побуду там. Нетерпение сердца Стефана Цвейга. Великолепная история любви. Настоящей любви искренних чувств, которая не подвластна ни общественности, ни времени. Она на века. Я начала проще относиться к людям, прислушиваться к ним. Я очень не любила критику в свой адрес. Теперь я поняла, что это ценно, когда тебя люди критикуют, они тебе советуют. Даже если, может быть, это какой-то совет, ну, с отрицательной стороны, все равно его надо воспринять, как-то переварить и нести в людей. Уныние. Я очень часто, вот, на экране я всегда улыбаюсь, а на самом деле в жизни, как клоуны, может быть, в какой-то степени такое сравнение, печалюсь. Вот. И вот это состояние печали какой-то меня угнетает. Вот. Это единственный минус, в котором надо бороться. Продолжение следует...